Финал Фэнтези 7 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 Японская игра Я, честно говоря, просто в одном непрекращающемся восторге сижу и зачеркиваю дни до выхода этой игры Более того, если вы хотите знать мое мнение, то Киберпанк 2077 на меня подобный эффект То есть это, естественно, ждем, да, все классно, Киану большой привет Но, тем не менее, Финал Фэнтези 7 – это главная игра выставки Е3 2019 года Одна из так точно Поскольку Киберпанк, скажем так, был ожидаемым проектом, который, как это сказать, все ждали, все понимали, что это такое Все уже имели представление о том, что это такое Но это, как это сказать, это ожидаемая крутость Что такое ремейк Финал Фэнтези 7? Многие не знали, у многих были, мягко говоря, такое ожидание с напряжением очевидным Поскольку непонятно было, что это такое Исквей Реникс – это компания, которая с одинаковым успехом может удивлять и лажать откровенно Лефт и лайф, привет Неизвестно, как они там многие вещи заменили могли Не всем Ну, я, кстати, понимаю фанатов, которым не зашла реалтаймовая вот это вот сражение в реальном времени Поскольку здесь не работает схема, как с Resident Evil ремейком вторым Где, ну, действительно отказались от архаичной механики С вот этой вот фиксированной камерой и дубовым прицеливанием И заменили ее на современную механику с прямым управлением Ну, с возможностью в целом управлять и нормальный вид от третьего лица Вот, здесь все-таки замена пошаговой сражений на такое вот сражение с явными элементами боевика в реальном времени Это может всем не зайти, ну, я понимаю, тем, кому не зашло Мне понравилось Мне понравился бой, мне понравился босс, мне понравился дизайн Да, вот мне очень понравился дизайн персонажей Что это именно ремейк обновления без попыток кому-то там подмахнуть Из современных представителей известного сообщества Да, 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 да Это именно попытка возродить старых героев Это попытка показать вот знакомый мир действительно в графике Когда уже не в голове у тебя все дорисовывается воображением А именно ты это видишь все на экране Это классно, это действительно очень круто Это выглядит очень перспективно Square Enix там вроде, ну, по-прежнему вроде же собирается по частям выпускать Посмотрим, какую часть нам покажут Как это все будет И как вот именно в целом это будет смотреться Пока мне очень понравилось Это действительно был один из главных сюрпризов выставки Именно сюрпризов Потому что ты, ну, не ждал того, что тебе покажут вот Вот Final Fantasy, которая, ну, будет Будет классно смотреться, понимаешь? Да, более того, если на пресс-конференцию Бетезда Визги фанатов смотрелись неуместно Ты всерьез переживал за психическое состояние людей Которые там вскакивали, рукоплескали, что-то орали Тону Говарду То здесь я, в принципе, смотрел Я разделял в сети эмоции людей Я разделял Там Тифа появилась Еееееееееес Сиферота показали Дааа Понимаешь, вот это вот вернувшийся внутренний ребенок Компания Square Enix сумела его разбудить И это прекрасно Очень немногие компании, в принципе Да какие немногие, блин Назови хоть одну игру, которая у тебя на E3 Демонстрация, которая на E3 2019 Вызвала у тебя похожие эмоции Ну, хоть одна Именно в рамках демонстрации Такие вот близкие к восторгу нет Ну Возможно, Нинтендо там что-то Потому что там ремейки Линка там, Луиджи Мэншин Ладно Вот, но здесь Блин, это вот именно воплощение мечты Вот о таком ремейке ты мечтаешь Чтобы все твои игры из детства Вот они вернулись примерно в таком вот качестве С таким уважением С таким трепетом Чтобы Fallout, например Если он вернулся Чтобы это был именно взрослый, качественный А не просто хождение Буратин С собиранием лута С строительством домиков Да Ты бы хотел на самом деле Крутое какое-нибудь красочное приключение Вот И здесь примерно то же самое Блин, класс Помимо этого Square Enix анонсировала На E3 2019 Игру под названием Outriders Что это такое Непонятно Игру делают ребята Из Pippin' and Fly Которые сделали Painkiller И Girls of War Judgment В принципе Ребята умеют делать шутеры В принципе Ребята умеют делать графику И все это хорошо Правда Геймплея Нету Поэтому остается только надеяться Ну там есть кайфротив Там есть мир жестокий Вот там есть акцент на то Что вы много часов один И вместе с друзьями проведете в этом мире А это значит Что скорее всего перед нами Лутер-шутер В общем то что любит делать Ubisoft Ну посмотрим Выглядит стиль неплохой Люди умеют делать Что называется Осталось дождаться Вопросы конечно есть Но тут как говорится Ожидаемо для современного крупного издателя Было бы странно Если бы сторонний издатель Хотя от Square можно было бы ждать Приятного сюрприза Ну ладно не получилось Ну приятный сюрприз Я лично от них ждал только одного Мне от них много не надо Кроме Deus Ex В общем то мне от них больше ничего и не нужно Нет Виталик Создатели Deus Ex Сейчас пытаются нас убедить в том Что вот эта вот странная подборка персонажей В похожей В стилистике Мстителей от Marvel Являются виртуальными воплощениями Мстителей от Marvel Я вот они нам представили Наконец-то состоялся полноценный анонс игры Marvel's Avengers Вот бесхитростное так сказать название Вот этой вот игры Которые нас готовили так долго Нам показали очень зрелищный постановочный ролик Нам заявили что в игре не будет лутбоксов И плати чтобы побеждать Попутно заявив уже нового персонажа Вот что все дополнения будут бесплатными Это значит что перед нами Дорочильня Поняли да Вот кооперативные Или для прохождения Или где ты можешь в одно лицо этим заниматься И вот нам показали этот трейлер С персонажами Мое мнение странное очень решение Square Enix и Marvel Тем более это игра по кинолицензии С официальным все как надо шильдиком Без каких-то там попыток Square Enix проявить какую-то самодеятельность Ощущение узнаешь Что китайскую поделку посмотрел Потому что я вот согласен С мнением Еврогеймера Что Ну зачем-то Делать игру по Marvel При этом персонажи Которые не похожи на героев Marvel Внешне Совершенно И более того Их характер не совпадают С теми персонажами Которые мы привыкли Совсем так совпадают характеры Да Что это за нытик вместо Железного человека Ну что это такое Вот Герои Marvel Самодостаточные Классные боевые единицы А тут показывают Именно терзающиеся От каких-то там Моральных обязательств Мол мы не смогли Предотвратить катастрофу Ай-яй-яй Какое горе Это мы уже пережевывали Кстати В фильме Marvel Да Когда они там тоже Пытались там спастись От того что Вот мы виновны Столько человек погибло Так хватит Блин Ребята Это Marvel Тем более это игра Веселуха должна быть От начала до конца О И тем более конечно Хотелось бы Чтоб герои были похожи на себя А не вот Новая череда Новых актеров Да Ну Новых старых актеров Потому что там Всем знакомые Актеры озвучки Джоэл Из The Last of Us Натан Дрейк Пожалуйста Так что Все нормально Да Лора Бейли И так далее То есть Ну знакомые лица Сочнее голоса В данном случае Опять же Я не против Я понимаю Что вряд ли бы У них бы хватило денег На Всех оригинальных Мстителей Точнее может быть И хватило Но бюджет бы Просто раздулся Так что Лопнул бы И остатки Бы все Залили нах Вот Поэтому они Отказались от них Я понимаю Окей Но внешне Как бы Или они решили Что раз они не могут Найти оригинальные Голоса То стоит сделать так Чтобы не было Ассоциаций С вот этим вот Тони Старком Из фильма И костюмы менять И вселенную менять Ну ладно То есть они как-то странно Мы не к этому подошли И к этому есть вопросы В любом случае Перед нами Лутер-боевик Явно с акцентом Игра-сервис Рассчитанная на Долгое развитие Игро-сервис Да С микротранзакциями Разумеется С косметическими Кстати Класси Опять же В плане косметических Микротранзакций Это вообще Бездомная яма Естественно Вот Там железных человеков Только Костюмов этих Может быть Сотен Сотен сто Вот И халков Каких только Тебе хочется Кстати Виталик Насчет внешности Насчет внешности А можно продать Оригинальные облики Да Естественно По соточку За штук Кстати Я помню Подобный момент Они проворачивали Не они конкретно Проворачивали Вселенная DC Когда был Инжастис первый Да И там был Зет В качестве одного Из бойцов Который не походил На себя из фильма Но за небольшую плату Можно было купить Облик оригинальный И именно из фильма Ну вот и пожалуйста Я думаю Здесь уже на старте Не задорого Вот Долларов 10-15 За скинчик Нам будут продавать Нормально Младшего Марка Руффало Тут понимаешь Мне на самом деле На киноигру Плевать На самом деле Я эту демонстрацию смотрел Я не настолько фанат Этих самых Мстителей Для того чтобы Восторгаться тем Что вау Боже мой Любимые герои Наконец-то у меня Нет Мне в данном случае Было бы интересно Посмотреть Опять же На геймплей Посмотреть Как это все Будет восприниматься Потому что Никакие герои Никакая вселенная Не служит оправданием Для того чтобы сделать Просто очередной Какой бы тухлый Битэмап Который надоедает Там в течении Первого часа Вот Поэтому На самом деле Пресс-конференция Square Enix Оставила Двойственные ощущения Сначала Восторг Просто Вау Final Fantasy 7 Ремейк Кстати По поводу Final Fantasy 7 Ремейк Я не Вообще-то Больше всего боюсь Что они Вложив Столько усилий В графику В дизайн Мне Очень Страшно Если игра В итоге Окажется Не Final Fantasy 7 Я напомню Там были не только Там городские локации Там вообще-то У тебя на исследовании Вся планета была Да Вот И я боюсь Что они Как бы эту планету Не чикнули И не превратили Игру в итоге Просто в последовательность Коридоров И роликов Как это было В свое время Final Fantasy 13 То есть Если Они просто Сконцентрируются На том Чтобы передать Игрокам Весь сюжет Уберут Эксплоринг И оставят нам Яркий коридор С возвращением Любимых героев И диалоговыми Сценками с ними Вот этого Я больше всего боюсь Потому что Если у нас Заберут кораблик Если у нас Заберут возможность Опускаться Где мы только хотим Это будет Да Это будет Уже сомнительно Помимо этого Square Enix Наполнила Свою пресс-конференцию Огромным количеством Всяких Ремастеров Ремейков Ну не таких Ремастеров Ремейков А таких Вот простеньких В попытке Пропихнуть На западный рынок Какие-то Восточные хиты Ну все это Так смотрелось Ну окей Хорошо Ладно Что-то там Еще какая-то Final Fantasy И еще какая-то Final Fantasy А вот теперь Еще какая-то Мобильная Final Fantasy А вот еще Какой-то спин-офф Для мобильной Final Fantasy Теперь тоже Будет выходить Так Закончились Final Fantasy Так Начнем с Dragon Quest И так далее То есть Звучали там Буквально Два бренда Final Fantasy Dragon Quest Обещали Обновить Визуальный стиль Final Fantasy 8 Ну как обновить Для широкоформатных Экранов Что-то сделать И на этом Пожалуй Все Вот такая вот Странная Пресс-конференция Которая Сначала восторг Потом Он угасает Ты думаешь Ну что же Вы там Приготовили К сожалению Да Ребята из Peep and Gunfly Игровой процесс Не показали Толком про него Не рассказали Ну а в свою очередь Я надеюсь Что это будет Классный шутер Мясной Бодрый Динамичный Именно мясной То есть Не детский Да То есть А именно так Чтобы на самом деле Ощущалось оружие А врагов Можно было разрубать На части Иначе Зачем вы Peep and Gunfly Вообще нужны На данном случае Ну а Avengers Так себе Ну ладно Ну окей Да Было и было То есть в целом Понимаешь Сквореникс удивила Хорошо так мощно На старте Но потом Опустилась на такой Умеренно средний уровень И в общем-то Мое мнение Выше Как-то И не поднималось Его Но тем не менее По общим впечатлениям Это значительно Лучше всего Что показали Остальные крупные издатели Да Я согласен Потому что Это Не очень хорошо Но это да Да Это было просто Хорошо Они показали Проект Один проект По крайней мере Они показали Который реально Срывает башню Которую тебе на самом деле Хочется увидеть У себя на компьютере Ну или на консоли Здесь и сейчас Здесь и сейчас Как можно быстрее Вот То есть В этом плане Они молодцы Остальные Даже близко не приблизились Ну понятно Да Опять же Киберпанк Это киберпанк Это мультиплатформенный проект Который мы ждем везде Спокойненько Тихенько Все Дата релиза Призаказы в Гоге Все Ждем Ждем Все Ребята Все Мы приготовились А вот Файнал Фэнтези 7 Прям ждем Хочется верить Что Битва С Сифиротом Будет на самом деле Бодрить И новое поколение Геймеров И новое поколение Геймеров В каком-то смысле Присоединится к нам И мы вместе Будем обсуждать А как они там Вот эти И вместе Плакать Естественно В этой игре Есть над чем плакать Дорогие друзья Так что Приготовьте заодно Свои платочки На этом все Вот Если вам данное видео Понравилось Не забудьте Поддержать его лайком И конечно же Подписывайтесь Субтитры сделал DimaTorzok